Русская православная церковь Казахстана подарила алматинцам более 10 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Сегодня препараты привезли в мегаполисе, уже завтра ими сможет привиться любой желающий. По словам священнослужителей, в период пандемии верующие обращаются в церковь, где ищут ответы на вопросы даже касательно вакцинации. Тем временем в мегаполисе антиковидный укол получили почти 40% граждан. Денис Зимцов продолжит тему. В тяжелый для всех период пандемии многие находят утешение в духовных храмах. Люди спрашивают священнослужителей, не противоречит ли вакцинация их вере. Ответ всегда один – прививаться нужно. Пункты вакцинации несколько раз даже разворачивали на базе Вознесенского кафедрального собора. Стоит отметить, что Русская православная церковь Казахстана закупила вакцины на собственные средства. Очень знаменательно, что сегодня 9 августа и день памяти целителя Пантелеимона, святого, которому обращаются об исцелении душевных и телесных недугов. И вот в этот день в Алматы прибыл этот долгожданный груз. И сегодня уже он поступит на базу для того, чтобы уже жители могли этой вакциной, этим препаратом воспользоваться. Тем временем в Алматы полным ходом идет процесс вакцинации населения. Мегаполис остается безоговорочным лидером по количеству привитых людей. Почти 800 тысяч человек получили первый компонент вакцины. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Врачи говорят, что в среднем бывает по 100 желающих в день. Пожалуйста, уважаемое, дорогое наше население, вакцинироваться нужно. Вакцинироваться нужно в первую очередь, может быть, даже пожилому контингенту, людям преклонного возраста, потому что вирус достаточно жесткий и вирус очень хорошо и быстро распространяется. Более 100 тысяч человек преклонного возраста получили вакцину в Алматы. Городские власти выразили благодарность всем, кому небезразлично здоровье алматинцев. Управление общественного здоровья города Алматы выражает благодарность руководству медицинского центра имени святителя Луки Война-Ясеницкого, а также благодарит главного врача центра господина Джоджуа Зураба за оказанную инициативу. Денис Зимцов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.